Привет! Мы сегодня готовим горчицу для холода. Горчицу готовим для холодца. Теперь надо приготовить горчичку. Кто любит горчичку, очень хороший рецепт. Напишите комментарии и ставьте лайки. Мы налили в кружечку рассола с помидорчиком. Здесь уже все есть. И лавровый листочек, и все специи, которые нам необходимы для приготовления горчицы. И нагрели ее. Обязательно, чтобы она была теплая. Готовим где-то на пару столовых ложек с горкой. Еще одну. И начинаем добавлять наш рассол. Горчица не должна получиться слишком жидкая, поэтому надо будет смотреть и доводить до нужной консистенции. Хорошо размешиваем. Размешиваем, потом будем смотреть, надо нам доливать. Еще размешиваем, чтобы она получилась однородной, без комочков. Такая получается, не корчистая. А со мной варежка и... Чтобы не было никаких комочков. Еще густовато надо еще подлить. В общем, где-то на две столовые ложки с горкой горчицы. Ну, где-то вот такая кружечка грамм 200-150 рассола. А там уже смотреть и доводить до нужной консистенции. Жидкого? Нет, все достаточно. То, что нужно. Она не должна быть слишком жидкой и слишком густой. Я хотела перемешивать. Сейчас я... Вот у нас получилась однородная масса, той консистенции, которая нам нужна. Сейчас мы плотно закрываем крышечкой и убираем на два часа в холодильник. Плотно-плотно, чтобы воздух не попадал. Два часа прошло. Горчица наша... Готовая. Готовая. Да. Ну и гагеткам нельзя пробовать. Горчицы нет. Потому что он очень-очень гаючий. Острый. Вот. Готовая. Деткам пробовать нельзя. Только взрослым. Кто любит, конечно. Приятного аппетита. Пока-пока. И ставьте лайки. Фанары сложили. Еще. Пока-пока. И ставьте лайки. Пока-пока.